В России сохранилась тенденция роста числа вузов с высоким проходным баллом по ЕГЭ, об этом заявляют федеральные эксперты. Абитуриентов стало меньше интересовать профессию учителя, а самыми популярными направлениями стала информатика. Распространяется ли эта тенденция на пермские вузы и как обстоят дела с качеством приема у наших соседей в Свердловской области? Узнаем прямо сейчас с нами на связи Руслан Долженко, директор Уральского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, а также доктор экономических наук и доцент. Руслан, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день, Анна. Не могу не озвучить цифры. Ваш университет на 37-м месте среди 400, даже более 400 вузов. У вас средний балл на бюджет в этом году 83,5, в том году был 81 с небольшим, то есть повысился еще. Вот как можете прокомментировать вообще тенденцию, поменялось ли за последние 5-10 лет, результаты приемной кампании, баллы по ЕГЭ, конкурс на место, вот какие-то чувствуются изменения? Да, конечно, они чувствуются, причем они чувствуются не только с точки зрения вообще интереса к определенным направлениям, к территориям, но и в целом к тому, что происходит определенный сдвиг парадигмы у вузов, которые начинают работать не ради набора студентов, а ради того, чтобы студенты выбирались из определенных территорий, готовились определенным образом и на выходе возвращались те самые территории. Приведу пример по нашему институту. Мы сразу отмечу, что мы институт, мы филиал крупнейшего вуза России, РАНХИКС. Мы самый большой вуз, самый большой страны. У нас в целом прирост набора студентов и среднего балла ЕГЭ, и в том числе за счет деятельности Уральского института управления. У нас, я это отмечаю, у нас первые выросли баллы ЕГЭ по бюджету и по внебюджету, в первую очередь по бюджету, и увеличился набор. Понятно, что большая часть вузов закрывает бюджетные места, на бюджет все приходят. Вот интересен вне бюджета количество студентов, которые готовы заплатить, чтобы остаться, учиться в этом университете. У нас вырос вне бюджет. Согласно моим данным, статистическим, мы вуз, который обеспечил максимальный прирост количества студентов, в этом году на фоне предыдущего по сравнению с другими вузами. К сожалению, по вне бюджету почти все вузы показали отрицательную динамику. Но дело не в том, что мы хорошие, дело в том, что, хотя я в этом тоже, а дело в том, что, смотрите, мы стали по-другому работать с муниципалитетами. Наша задача обеспечить набор студентов целевой. Мы, например, начали до пандемии ездить по муниципалитетам и прямо спрашивать у глав, какие студенты им нужны, и что нужно сделать, чтобы они поступили. Главы, в свою очередь, реагировали на эту инициативу, и у нас в связи с этим набор вырос. Что точно, я в этом уверен на 100%, даже если я не прав, я все равно прав. Таланты остаются, в этом году таланты остались в регионах. Это произошло во многом потому, что случилась пандемия, потому что родители и сами студенты переживают и не хотят уезжать в другие города далеко. Все-таки лучше остаться здесь поближе к себе, к малой родине. Руслан, а какие самые популярные специальности у вас? Смотрите, популярные специальности. Как ни странно, у нас вырос набор, значительно вырос набор на МОМ-менеджмент, у нас он вырос на юриспруденцию, и у нас остался тот же самый набор на ГМУ, это наше профильное направление деятельности, но по ГМУ очень сильно вырос бал ЕГЭ. То есть таланты 100% захотели остаться именно по этому направлению. Причем мы опросили всех, почему они это сделали, какую остановку они при этом, на какую остановку опирались. Мне очень понравилось, что часть студентов прямо говорит о том, что мы хотим сделать нашу страну лучше. То есть органы власти, ГМУ, государственное и муниципальное управление, чтобы страна становилась лучше. Ну и последний у меня вопрос. Все-таки как, по вашему мнению, данный рейтинг? Он объективно отражает картину, что меньше троечников стало поступать? Все-таки споры по ЕГЭ не утихают? Показатель это не показатель. Вот ваше мнение? Смотрите, показатели ЕГЭ. Понятно, что все получившие участники, финалисты Олимпиад получили бонусы, преференции. Но мне кажется, нужно все равно ориентироваться на данные рейтинга не только по количеству набора, но и по приоритетам, по направлениям. Потому что вы правильно отметили, IT сейчас самое востребованное, потому что государство вкладывает развитие IT направлений. И я уверен, что в ближайшие несколько лет это будет востребованное направление, но потом пойдет спад, как когда-то 20 лет все хотели поступать на бухучет. Поэтому цифры важны. Цифры важны для понимания того, что делать дальше, в каких направлениях двигаться. Поэтому здесь бы я обращал внимание не на цифры приема по вузам, а все-таки смотрел по направлениям. Профилям, которые интересны студентам, они все равно отражают рыночные запросы. Ну и плюс смотрел на топовые вузы, потому что они собирают лучших преподавателей, лучшие практики образовательные, в том числе и дистанционные сейчас. Это важно. Важно вкладывать в свое будущее. Руслан, спасибо вам огромное за оперативность, во-первых. Во-вторых, за интересную беседу. До свидания. С нами на связи был Руслан Долженко, директор Уральского института управления филиала Ранхикс. Ну а мы продолжаем общаться с представителями теперь уже пермских вузов, чтобы узнать их мнение о рейтинге. И вот сейчас с нами на связи Алена Еременко, начальник отдела довузовской подготовки и организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии Пермского ГАТУ. Ну, Алена Александровна, здравствуйте. Ну и первое, на что хочу обратить внимание, у вас вуз занимает 340 место. У вас средний балл в 2020 году 60 с небольшим, в 2019 он был даже чуть повыше. Вот с чем это связано, вот это вот уменьшение проходного балла для студентов? Да, добрый день. Ну, конечно же, сказался у нас коронавирус, потому что ребятам разрешили не сдавать длинный государственный экзамен. Они с радостью согласились, и очень много звонков поступало, ребята плакали, хотели к нам поступить, но не получилось так, как нет результатов ЕГЭ. И, конечно же, это все сказалось. Ну, а так, на самом деле, балл отличается всего лишь на 0,3, это не так уж много, так что мы на уровне прошлого года держимся. Какие у вас в этом году самые популярные специальности? На что самый большой конкурс? Так как у нас были выделены бюджетные места на укрепленную группу экономика, конечно же, экономика и менеджмент товароведения были у нас впереди. А так, у нас ежегодная специальность ветеринария, конечно же, направление подготовки землеустройства и кадастры, строительства, экологии, природопользования. Это эксплуатация машинных комплексов, это направление, связанное с информационными системами и технологиями. Ну, вот в этом году коронавирус внес свои коррективы, но если вот все-таки обратиться к статистике за последние 5-10 лет, как менялся проходной балл, количество бюджетных мест у вас в УЗИ? Проходные баллы, средние баллы, они увеличивались. Количество заявлений, конечно же, увеличилось ежегодно с каждым годом, но последние 2 года мы держимся примерно на одинаковом уровне. Ну, а бюджетные места, к сожалению, имеются тенденции к уменьшению. Здесь, ну, от нас мало что зависит, как нам их выделяют, только мы их получаем. Ну, не намного, конечно, но уменьшается. Как, по вашему мнению, данный рейтинг, он вообще отображает реальные показатели знаний образованности студентов, абитуриентов, которые к вам приходят? Сейчас такие большие споры, касаемые ЕГЭ, в частности. А у вас вообще есть, кстати, конкурс аттестатов? Нет, конкурс нет. Нет, у нас только по результатам ЕГЭ. Ребята, которые поступают на основании профессионального образования, они сделают внутривузовский экзамен. Но в итоге все равно у них единый конкурс по 100-бальной шкале. Результаты ЕГЭ, они, конечно же, не отображают достоверные знания фунтов, потому что они у них куда более обширные. Давайте будем реально смотреть на вещи, ребята приходят на этот экзамен под миллион камер, под миллион присмотров. Им очень страшно, они волнуются. Сколько мы знаем случаев, когда ребята теряли сознание на экзамен? Да просто перенечу, голова заболела, душно было, ну звезды не сошлись. Ну вот не получилось ответить правильным вопросом. Это не значит, что ребенок не знает предмета. Здесь, ну, всякое бывает, не бывает и... У кого-то, может быть, и выстрелит, а у кого-то и нет. То есть я считаю, что достоверно знания у меня отображаются результатами ЕГЭ. Мы это видим даже здесь, когда ребята поступили к нам. Кто далеко ходит? Я сама. То есть я, ну, не очень хорошо сдала ЕГЭ, а здесь закончилась диплом с отличием. Ален, спасибо вам огромное за беседу. С нами на связи была Алена Еременко, начальник отдела довузовской подготовки организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии Пермского ГАТУ. И говорили мы о рейтинге российских вузов самыми сильными абитуриентами. Ну а мы продолжаем узнавать у представителей Пермских вузов их мнение о рейтинге. С нами на связи сейчас находится Наталья Минаева, проректор по образовательной деятельности Пермского медуниверситета. Наталья Витальевна, здравствуйте. И хотелось бы узнать, каков средний балл в вашем университете при поступлении на бюджет в этом году? В этом году средний балл у нас 71-73. Это в целом примерно соответствует результатам прошлого года. А вообще за последние 5-10 лет как-то картина менялась? Вот касаемо среднего балла, что касается бюджетных мест, увеличилось, уменьшалось количество? Количество бюджетных мест у нас за последние годы существенно не увеличивалось. Правда, на следующий год у нас увеличится сразу на 50, например, на специалитете. То есть если у нас обычно было 450, то будет практически на 50 больше. Это существенная цифра. На лечфаке и на битфаке будет больше возможностей для абитуриентов следующего года. Какие самые популярные в этом году специальности? Куда чаще всего поступают? Ну вот вы знаете, если смотреть по конкурсу, то, конечно, очень популярная специальность – это стоматология. Конкурс у нас здесь на основные места достигал 99 заявлений на одно место. Ну, если говорить о общем таком конкурсе и бюджет и контракт вместе, то на стоматологический факультет 34 на место заявления, на лечебный – 9. Это вот такие самые номер один и номер два по популярности. А у вас же еще много целевиков, да, как я понимаю? Да, достаточно много. То есть у нас, например, по программам ординатуры целевые места – это 70-90% бюджетных мест. Если говорить о программах ординатуры, это, конечно, в основном, основной заказчик – это Пермский край. То есть, конечно, самая такая важная наша задача – это подготовить специалистов именно для Пермского края. Ну и такой у меня уже традиционный вопрос сегодня к всем спикерам. Как вы считаете, результаты ЕГЭ у абитуриентов, они отражают реальную картину знаний поступающего? Ну, здесь же много очень таких нюансов больших. То есть, в целом, не все ребята, которые приходят, основная масса, конечно, готова учиться. Но есть такие, которые с такими нагрузками не справляются. У нас же пониже бывает конкурс, например, среди целевых или среди ребят, которые поступают по квоте. И им потом, конечно, справляться с такими огромными нагрузками, которые у нас, им бывает крайне трудно. Наталья, огромное вам спасибо за уделенное нам время. С нами на связи была Наталья Минаева, проректор по образовательной деятельности Пермского медуниверситета. И говорили, мы обсуждали рейтинг российских вузов самыми сильными абитуриентами.